Два месяца простоя и вынуждены отпускать. Девногорский завод низковольтных автоматов после смены собственника могут признать банкротом. При этом новые руководители пока не хотят выходить на связь с сотрудниками и планомерно консервируют производство. Из Девногорска. Репортаж Захара Письменных. Вот так на холодной проходной работники Девногорского завода низковольтных автоматов собираются чуть ли не каждый день. Но здесь их никто не ждет, работы больше нет. На предприятии сейчас официально простой, на территорию не пускают даже работников завода. Отключены все инженерные сети и на плазмах крутится погода на ноябрь. Время здесь остановилось около года назад. Тогда на предприятии заговорили о неминуемом банкротстве. С тех пор коллектив сократился почти в 10 раз. 7 декабря еще 700 человек отправили в вынужденный отпуск. Сейчас на заводе якобы осталось всего 68 сотрудников. В самые пристойные, самые хорошие года работало 6 тысяч. На декабрь осталось порядка 600 человек. В середине 2000-х годов ежемесячный выпуск по товару 60-70 миллионов. Представитель профсоюза работников Девногорского завода рассказывает, на прошлой неделе даже его вместе с представителем Роспотребнадзора не пускали на предприятие. Специальную комиссию инициировали для проверки техники безопасности и санитарных норм. Ведь после частичной консервации работать стало просто невозможно. Ну фактически туалеты были забиты, воды питьевой не было, оборудование законсервировано в цехах от минус 2 до 3 градусов. То есть фактически в таких условиях работать было невозможно. На прошлой неделе у ДЗНВА сменился собственник. При этом столичная компания, которая занимается антикризисным управлением, пока не хочет выходить на связь с сотрудниками. Появление новых хозяев в Красноярске ожидают 17 декабря. Их уже с нетерпением ждут депутаты законодательного собрания. Основная задача это все-таки, чтобы вот как раз эти этические моральные нормы и понудить собственников, для того, чтобы они решили все вопросы с коллективом. Это первую очередь. Второе, конечно, чтобы эта площадка в дальнейшем была площадкой для обеспечения рабочими местами. Не исключено, что процедура финансового оздоровления не пройдет безболезненно и на рынке труда могут оказаться сотни узких специалистов. В Министерстве промышленности края обещают не бросить людей. Мы уже сегодня готовы, на самом деле, поставить мобильный пункт центра занятости, чтобы уже сегодня консультировать работников об их правах, обязанностях, стороны работодателя и предлагать им вакансии. Судьбу Девногорского завода трудно назвать легкой. Реанимировать производство и наладить выпуск востребованной продукции краевая власть пытается не первый год. Но надежды на благополучный исход остается все меньше. Захар Письменных, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24.